Меня зовут Ли Юлия, я преподаватель французского языка для тех, кто еще не видел и первый раз к нам присоединяется. У нас было до этого две пилотные версии этого курса, называется «Французский через новости» со мной. Было достаточно успешно, но потом мы сделали небольшую паузу. Сейчас мы возглавляем, но всего лишь на одну неделю, то есть пять занятий с сегодняшнего дня и до пятницы. У нас будут эти мероприятия всегда в 15.00. Я надеюсь, что мы не будем задерживаться, как сегодня. И это мероприятие организовано совместно с Франкотекой, с Культурным центром при Библиотеке иностранной литературы и с Библиотекой иностранной литературы. Если вам все понравится и вы останетесь довольны тем, что мы делаем, очень будем рады вашим отзывам на их странице в Фейсбуке. Это Библиотека иностранной литературы и Франкотека и на нашей. Видео, которое вы сейчас смотрите здесь, можно будет также найти на нашем канале в YouTube и посмотреть еще. Там будет как раз-таки сейчас я с вами, вы меня видите только вот там, вот лицо. А там будет как раз-таки еще и презентация, потому что я снимаю свой экран, а сама я работаю с презентацией. Сегодня хотела вам эту презентацию тоже показать, но не получилось. Франкотека к нам уже присоединилась, нас пока 44, я еще немножко поговорю. А если возникнут какие-то вопросы у вас, пожалуйста, обращайтесь, мы вам ответим в чате здесь. Буду с вами немножко коммуницировать, чтобы было интерактивно, насколько это возможно. Лучше работать всегда с документом, то есть документ заранее мы готовим, ну как заранее, за час. У вас этот документ есть, за несколько часов до нашего занятия у вас есть статья, потому что статьи мы берем актуальные, то есть я их ищу. В основном они связаны с коронавирусом, но я всегда пытаюсь найти какой-то интересный контекст, чтобы не только на нем сосредотачиваться, но в принципе всегда интересно включить телевизор, всегда интересно посмотреть вот какие-то новостные ленты и понять, о чем идет речь. А сейчас все говорят, в принципе, все, что происходит в мире, в основном происходит в контексте коронавируса. И как бы некоторым из вас не нравилась эта тема, актуальность берет свое и будем работать именно с этим. Скажите, пожалуйста, слышите ли вы меня, видите ли вы меня, пишите свои комментарии, я буду позже отвечать. И напишите, пожалуйста, кто в первый раз здесь. То есть очень интересно, потому что мы развиваемся. Рассказывайте своим друзьям тоже о том, что это мероприятие есть. Если вы в первый раз, очень рады вас видеть. И обязательно посмотрите предыдущие 10 новостей. Вижу всех. Да, очень-очень приятно, очень рада вас видеть. И смотрите, как я буду работать. Сначала я читаю эту статью, вы ее слушаете. Можете даже не читать вместе со мной. Почему? Потому что в конце этого мероприятия нашего я вас прошу, насколько изменилось ваше восприятие статьи на уровне восприятия, то есть понимание, как вы ориентируетесь с ней. Сначала и до конца. Моя задача, конечно же, максимально вам помочь, чтобы в конце урока вы слушали ее и практически все понимали. И это будет нам приятно всем. Мы с вами будем, то есть, работать с этой статьей. Я ее прочитаю. Потом мы разберем с вами лексику. Лексика, которая будет касаться коронавируса. Лексика, которая будет касаться именно статьи в контексте, например, в данном случае Евровидения. То есть вот какие слова нам помогут с вами понять тему Евровидения, вот в этом году, по крайней мере. Дальше у нас будет лексика статьи. То есть неважно какая, любая статья или какой-то сайт, будет организован рубрики и так далее, чтобы вы могли в этом ориентироваться. Потом я читаю еще раз и перевожу, чтобы уже какие-то моменты вам совсем стали понятны. Иногда, даже нет, не иногда, не буду лукавить. Часто я очень перевожу не по-русски. Но моя задача, чтобы вы понимали конструкцию фраз. И если вдруг вам тут что-то будет совсем непонятно, то спрашивайте. Но на красоту русского языка не смотрите и не ругайте меня за это, потому что мы сейчас именно пытаемся даже иногда говорить фразы такие немножко кривые, но потому что они по-французски будут именно так звучать. То есть мы уже учимся и порядку слов, и выражению мыслей именно по-французски. Все новости я нахожу буквально накануне или даже в день мероприятия, чтобы они были максимально актуальны. Разумеется, поэтому они и не адаптированы. Потом мы с вами проходим грамматику. Сегодня грамматики мало, потому что текст, с точки зрения грамматики, там есть несколько таких интересных тем, но они сложные в рамках нашего несколько минутного урока. Это будет невозможно взять. И потом в конце, в самом, я буду читать его, вы опять слушайте, мне напишите, как вы понимаете. Ваша задача, думаю, пересмотреть все эти видео, вот предыдущие эти, и научиться читать красиво. То есть вы... Сейчас мы не делаем большого акцента на чтение, но когда вы будете с видео работать, то есть вы можете ее восстановить в любой момент, посмотреть и пересматривать какие-то моменты, можете себя записать на аудио, чтобы вы могли послушать. И когда вы будете читать, одна из целей наша, чтобы вы читали, но люди не замечали, что вы читаете. То есть вот эмоции выражать и так легко это делать, чтобы было максимально естественно. Все, я думаю, что вижу уже многих людей. Рада видеть всех, кто в первый раз. Надеюсь, что я еще больше комментарий вижу, потому что сейчас у меня, к сожалению, не все отображается. Начинаю читать. Вы или смотрите, если вам очень хочется, или просто слушайте. Voilà. Вот так. Окей, интернет. Je не могу не подкрубиться, entertainment, потому что это уBEHO, на английском слово. Тéléвижн. Eurovision 2020, аннула. Степан Берн доказал, летое, 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 41 candidats qui auraient dû concourir lors de cette Eurovision 2020. Tom Leib sur la scène du Palais Nicalia à Nice en octobre 2019. Vous le saviez peut-être déjà, si vous appréciez ce concours, l'Eurovision 2020 qui devait se tenir le 16 mai prochain à Rotterdam, Pays-Bas, n'aura pas lieu à raison de l'épidémie de coronavirus. Invité ce samedi de l'émission On refait la télé sur RTL, l'animateur Stéphane Berne a donné plus de détails sur la soirée spéciale en direct baptisée Europe Shine and Light qui remplacera ce grand moment de télévision. Voilà, ensuite, Eurovision France Unissons-nous le 16 mai Europe Shine and Light un événement unique pour rassembler l'Europe dans ce moment difficile et honorer les artistes et les chansons 2020. France 2 TV diffusera diffusera cette soirée exceptionnelle en direct le 16 mai Tom Libre Official, etc. 157 personnes parlent à ce sujet. L'animateur de télévision sera tout seul dans un studio de France Télévisions peut-être avec des invités a-t-il dit. Il donnera comme prévu la parole aux artistes qui devaient se produire et qui vont représenter leur pays depuis leur lieu de confinement. On devait donc retrouver Tom Libre pour la France qui interprétera comme les 40 artistes comme les 40 autres artistes la chanson Love, Shine and Light le morceau avec lequel le Royaume-Uni l'a emporté en 1997. Que l'amour éclaire chaque recoin du monde disent les paroles. Encore un tweet Eric Dussard Quelle soirée pour remplacer l'Eurovision sur France 2 les précisions de Berne Stéphane qui dans On refait la télé sur LTL France 19 personnes parlent à ce sujet. Stéphane Berne a par ailleurs annoncé vouloir réunir autour de lui d'anciens animateurs de l'émission. Je vais essayer de réunir autour de moi quelques anciens animateurs a-t-il déclaré. Le documentaire La grande histoire de l'Eurovision produit par Philippe Thulier sera ensuite diffusé. Une première L'Union européenne de radio-télévision UER qui chapeaute l'Eurovision a annoncé le 18 mars que le concours n'aurait pas lieu. C'est la première fois que cet événement musical majeur créé en 1956 et suivi chaque année par des centaines de millions de téléspectateurs dans le monde est annulé. La salle de concert dans laquelle devait se dérouler le concours accueille depuis la mi-avril des dizaines de patients attendus Covid-19 pour soulager la charge des hôpitaux néerlandais. Alors, j'ai lu voilà, прочла. Читала медленно специально, чтобы вам все было максимально четко и понятно. Скажите, пожалуйста, насколько вы в принципе понимаете эту статью? Хорошо или плохо? Нравится ли она вам? То есть интересная, мне кажется, статья и актуальная, потому что если вы являетесь таким любителем Eurovision, то в принципе вам будет интересно и вы, наверное, читаете по этому поводу и, может быть, даже будете смотреть. Что хотелось тут еще заметить, что действительно очень много англицизмов и они в принципе даже вот фильмы, названия фильмов разных, если фильмы известны достаточно, они его зачастую даже не переводят, вот английским названием так и будут пользоваться. Точно так же тут название песен, разумеется, но какие-то концепты, entertainment, как вот развлечение и так далее, тоже английское слово, потому что французское «люазир», наверное, или какое-то другое слово так не подходит не выражать всей этой мысли этого какого-то шоу, например, не так кажется. Так что не пугайтесь, что действительно в французском языке очень-очень много английских слов. Теперь переходим с вами к локебюляево «лие о вирусе», к словарю, связанному с вирусом. Как мы с вами работаем, объясняю опять для тех, кто нас не был. Я читаю, вы хорошо произносите, хорошо артикулируете, повторяясь за мной, потому что мы с вами еще тренируемся и с точки зрения. начание. Мы их вирусом снимать коронавирус, «депуи лор льё ду конфиньмон», «депуи лор льё ду конфиньмон», «ensuite», «les пасян затон ду ковид дизнёв», «les пасян затон ду ковид дизнёв», «вала, второе, место их заточения, то есть там, где они находятся во время карантина, и вот оттуда прям будет идти трансляция». «les пасян затон», «пациенты», «атон» — это слово как раз-таки в контексте болезней употребляется, то есть пациенты, у которых выявили, пациенты, которые дословно «отендр» — это «достигнуть», кого-то, то есть болезнь достигла их, пациенты, которые страдают, ну, скажем по-русски, ковидом дизнёв. «ensuite», «суляжи» — «ла шарж» дизэпито, «ослабить», «смягчить», «сделать более лёгкой вот эту нагрузку на госпитале аризон до лепидемии по причине этой эпидемии», аризон до лепидемии. Д'accord? Дальше. 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 выпуск, специальная передача. Диффюзе. Диффюзе – это распространять, но в данном случае транслировать. Где она будет транслироваться? На таком-то канале, например, диффюзе. Или, например, в прямом эфире тоже диффюзе. Дальше. Метро, ау-люмияр. Мы в русском скажем осветить. То есть кто-то был, например, неизвестен, и он амни ау-люмияр с этой персоной. То есть мы показали этого человека. Вот такой даже абстрактный, наверное, момент. Метро, ау-люмияр. Ко-ку-рир – соревноваться. Су-ту-ни-ра. И вот тут су-ту-ни-р, ау-у-р-лю, и еще су-де-ру-ле – это синонимы. Проходить, иметь место, разворачиваться о каком-то событии, о каком-то празднике. В данном случае вот эти все три глагола – су-ту-ни-р, ау-у-р-лю и последний, посмотрите, в списке су-де-ру-ле – это как раз-таки идет речь о Евровидении. То есть теперь у вас есть три варианта того, как можно сказать. Дословно, су-ту-ни-р – это держаться, а ва-у-р-лю, это иметь место, а су-де-ру-ле – это разворачиваться. Ensuite, л'аниматор – это ведущий, но ведущий именно передачи развлекательные. То есть презентатэр – это будет тот, кто новости представляет. А если это какая-то развлекательная передача, это л'аниматор. Un director – и есть синоним у нас, мы с вами видели английский, un-live. Ensuite, honore les artistes. То есть honore les artistes – поприветствовать, отдать им честь. Вот можно ли сказать, что можно отдать честь артистам? То есть они заслуживают того, чтобы быть увиденными всеми. Honore, слово honore, как честь, гордость. Ensuite, la fierté, pardon, la soirée exceptionnelle – вечер, исключительный вечер, такой вечеринка какая-то, может в разных контекстах быть, но здесь, то есть организовано какое-то мероприятие, которого до этого не было exceptionelle. Donner la parole aux artistes, дать слово артистам, interpréter une chanson – это исполнить какую-то песню, но в основном любой артист, который вот не просто повторяет, а еще индивидуальность какую-то выражает, он ее поет по-другому. Вот это как раз-то interpréter une chanson, не повторить полностью, а по-своему ее исполнить. Emporter, в данном случае, это завоевать. Тут у нас было про Англию, которая завоевала с песней в 97-м году титул. Le documentaire – это документальный фильм. Chapeuter, le revision, то есть быть главой, как chapeuter от шапки, наверное, можно у тебя такую небольшую ассоциацию выстроить, то есть быть ответственным, быть главой. Representer le pays, представлять страну. L'événement musical majeur, главное музыкальное событие, majeur – это главное, suivi par des centaines de millions de téléspectateurs, suivi – это как-то их, вот это событие, за ним следят, то есть это «participassé», событие, за которым следят сотни миллионов телезрителей. Ce dérouler – разворачиваться. Теперь повторяем. Annuler Le dispositif Une émission spéciale Diffuser Mettre En lumière Concourir Se tenir Avoir Lieu L'animateur En direct Honorer Les artistes La soirée Exceptionnelle Donner La parole Aux artistes Interpréter Une Chanson Importer Le documentaire Chapeauter Le revision Représenter Le pays L'événement Musical Majeur Suivi Par Des centaines De millions De téléspectateurs Se dérouler Et voilà Et bon Le vocabulaire De l'article On peut L'accueil Первая Stranichка Которая Вот Главная Самая L'entertainment Это По-английски Даже не могу сказать По-французски L'entertainment Это Рубрика Развлечения Fublier Опубликовывать Что-то Mettre Ajour Обновлять Какую-то информацию У нас там Это Participant Passe было Mise Ajour Le partage Это Факт Того Что Кто-то Поделился Публикацией У нас там Это Тоже Было Et bon On y va Je vais Traduire Maintenant L'article Сейчас Буду Переводить Вам Страничку Статью И Вы Потом Уже Будете Лучше Понимать Какие-то Моменты Которые Не Перевела En fait Евровидение 2020 Annolyrovan Annoly Stéphane Berne Dait Detail Detail Это Главол Давать Detail Объясняет Le Dispudisif De la Soiree Spécial То есть Как Этот вечер Специальный Вот Эта Вечереночка Который Называется Europe Shine Light Европа Всех Освещает Могли Перевести Дальше Шансон Песня Une Emission Спécial Специальный Выпуск Двухчасовой De deux heures Транслируемый Будет Который Транслироваться Le 16 Мая Europe Shine Light Который Вот Этот Вечер Будет Освещать Покажет То есть Вот если Переформулирован Покажет 41 Кандидата Которые Должны Были Вы Это у нас Conditionnel Passé Соревноваться Во время Евровидия 2020 Дальше Томлэб На сцене В октябре 2019 Вы Это знаете Может быть Уже Если Вы Цените Абхэсье То есть По достоинству Вы любите Абхэсье Этот конкурс Евровидия 2020 Которое Должно было Проходить 16 Мая Будущего В Ветердаме Пейба Обратите внимание Это у нас Нидерланды Пейба Пей страны Ба Низа То есть Нидерланды В принципе Дальше Не будет Иметь места Нурапальбю По причине Эпидемии Коронавируса Приглашенный В эту В эту Субботу Из Передачи Мы Переделываем Телевиня На РТЛ Это название Канала Ветущий Стефан Берн Дал больше Деталей По Специальному Вечеру В прямом Эфире Батизе Это Можно дать Кому-то Какую-то Кличку Батизе Можно Кого-то Окрестить Как-то А здесь Просто Названный Europe Shine Light Который Заменит Это Большое Событие Телевидения Этот Большой Момент Телевидения То есть Вместо Евровидения Будет Вот этот Вечер Специальный И вот Твит Читаем От Евровидения Франция Юнисон Ну Соберемся Мы То есть Давайте Соберемся 16 Мая Europe Shine Light Уникальное Событие Чтобы Собрать Европу В этот Сложный Момент И отдать Должное Он Артистам И их Песням Л'аниматор Дуля Твилизион Сера Ведущий Вот этого Телевидения Будет Совсем Один В студии Франс Твилизион Может быть С приглашенными Сказал Он Он Даст Как и Было Предвидено Возможность Сказать То есть Ла паролю Артистам Которые Должны Были Субродвир То есть Которые Должны Были Быти На сцену Субродвир И Которые Будут Представлять Нашу Страну Из их Места Заточения То есть Из дома Они будут Петь Мы Таким образом Должны Будем Встретиться Найти Тома Леба Который Будет Представлять Францию Который Исполнит Песню Как и 40 Других Артистов Love Shine И Light Кусочек С которым Соединенные Королевства То есть Англия Выиграла Евровидение В 97 Году Чтобы И пусть Любовь И Que L'amour Éclair Осветит Каждый Уголок Каждый Закоулок Мира Вот так Que L'amour Éclair Chaque Repoint Repoint Закоулок Du Monde Мира Говорит Говорят Слова Песни Песня Еще Что Что Хочет Он Конструкции С инфинитивами Дубровскому Должны Поставить Что Что Хочет Собрать Вокруг Себя Старых Старых Ведущих Этой Передачи То есть Все Кто До Этого Вел Евровидения Я попытаюсь Собрать Вокруг Меня Несколько Старых Бывших Ведущих Заявил Он И еще Le documentaire Документальный Фильм Великая История Евровидения Которая Будет Которая Была Сделана Или Который Был Сделан Потому Что Это Фильм Филипп Тюрье Будет После Этого Также Транслирован То есть После Евровидения Покажут Этот Фильм Еще Раз Le documentaire La grande Histoire De l'Eurevision Produit Par Филипп Тюрье Serain Sudiffuset То есть По-французски У нас Такие Три Небольшие Фразы А по-русски Она Достаточно Громоздкая Такая Получилась Но Вам Главное Понять Эту Конструкцию А потом Ее Продумать Дома Несколько Раз И Последний Момент В первый Раз Что-то У нас Премьера Европейский Союз Радиотелевидение Вот его Абревиасио Которая Является Главой Евровидения Объявила 18 марта Что конкурс Не будет иметь Места Это в первый раз Такое в первый раз Что это событие Главное Музыкальное Созданное В 1956 году И за которым Следят Каждый год Сотни Миллионов Телезрителей В мире Аннулировано Прямо Дословно Дальше Зал концертный В котором Должен был Проходить Этот конкурс Сейчас Принимает С середины Апреля Сотни Пациентов У которых Ковид-19 Чтобы Немного Разгрузить Госпитали Нидерландские Скажите Пожалуйста Все ли Понятно Статья Такая Достаточно Опять же Как и у нас Были с вами Французские Достаточно Статьи Синтакси Сложные Формулировки Вам сейчас Общий смысл Главное Понять А потом Когда будете Дома работать Уже будете Именно Думать Как французы Когда будете Надеть Статью Работать Нам Вот это Важно Потому что Очень многие Люди Даже Говорят Вроде бы По-французски Но все Фразы У них Русские И даже Иногда Преподаватели Тоже Тоже Страдают Такие Фразы Строят Будет Призношение Хорошее Все Хорошее Но она Француз Сказал По-другому И вот Когда С статьями Будете Работать У вас По-другому Немножко Голова Начнет Работать И вы будете Более Французские Фразы Составлять И теперь Грамматика Ее мало Грамматика И какие-то Такие Моменты Которые Мне показались Интересными Мне кажется Интересно Мы с вами Уже Видели В течение Чего-то Вот у вас Еще одно Выражение Когда Пока Что-то Проходит В течение Конкурса И так далее Предлог Мы с вами Уже Много Много Рассказили Что это Все, что происходит На канале Каком-то В Ютубе В Фейсбуке Это будет Предлог Сюр Дальше Третье Мне тут два момента Понравилось Во-первых Плюс Детай Мы с вами Видели Что плюс Произносится Когда мы Отрицаем Что-то Например Я больше Не смотрю Телевизор Я больше Смотрю Телевизор Вот когда Отрицание Не произносим Когда Прибавление Призносим И здесь Стефан Берн Дон плюс Детай И вот эту С мы должны Произнести И потом Детай О чем Это Сюр Детай Плюс Детай Сюр Ле Ревизион Сюр Ле Диспозитив Дальше Мы с вами Мы с вами Уже Видели В других Предыдущих Выпусках Вот это Ту В данном Случае Скажите Пожалуйста Это Прилагательное Или Наречие Не наречие А местоимение Пардон Пять секунд Подумайте Я сейчас скажу Не буду дожидаться Но вы сами подумайте Это у нас Прилагательное Или местоимение Бейбом Это Прилагательное Помните Вы с вами Видели Что Если там Дальше Идет Вот эти Вот Артикли Ту Ле Ту Ле Зами Например Или Тут Ле Фи То это Прилагательное Здесь у нас С вами Другая ситуация Видите Сюр идет И Мужской Род Это Ту Сюр Женский Род Ту Сюр Про себя Скажите Что вы делаете Один Например Я сегодня Один Или Я сегодня Один Или Например Я ем Одна Или Я читаю Одна Что-то Такое Чтобы вам Это Поближе Было То есть Свои Примеры Когда Вы Задавите Уже Будет В голове Этот Концепт Более Понятен Дальше Дансиенс Аниматор Дансиенс Аниматор Бывшие Аниматор Здесь Мне Несколько Моментов Нравится Во-первых Мы С вами Уже Видели Правило Вошла Это Когда У нас Прилагательное Предшествует Существительному Все они Во множественном Числе Стоят И мы Не ставим Неопределенный Артикль Д А ставим Д Э Но так Как здесь У нас Прилагатель Начинается Согласный То это Д Апостров Дансиенс Аниматор Это Правило Важно То есть В таких Случаях Мы не можем Поставить Артикль Д Ле Можем Де Не можем Просто С на конце Пересмотрите Если вам Интересно И в интернете Можете Посмотреть Это Правило Это Первое Во-вторых У нас Есть Прилагатель Ancien Которое Тоже Интересно Потому Что В зависимости От того В какой Позиции У нас Есть В какой Позиции Стоит Это Прилагатель У нас Есть Дополнительное Видео Потом Под этим Видео На него Ссылочку Дам Так Вот Оно Может Менять Смысл Ancien Аниматор Это Будет Бывший Аниматор Дез Аниматор Это Может быть Абсолютно Новая Я ее Купила В прошлом Году В прошлом Году Уже Ее Сразу Продал Или Например Просто Снимал И Больше Не Снимаю То есть Ancien Старая Квартира Но Она В принципе Не Физически Старая Это Старая Квартира То есть Она Дряхлая Или Может быть Антикварная То есть Там Все Такое Показывает Эпоху Так вот Впереди Это Абстрактное Значение После Это Более Конкретное Значение И так Есть Очень Много Таких Прилагательных Полный Список Практически Полный Список Вы можете У нас Дополнительное Видео Посмотреть На ссылку На Которое Там Но Так Еще Если Вам Пример Дать Например Жалкий Человек А Ном Пюти Низкий Вот Он Маленького Роста Или Например Старый Друг Друг Который Старый То есть Он прям Старый И так Далее И Le Futur Simple Время Будущее Которое Образуется Можно сказать Что очень Легко То есть Вы берете Инфинитив И прибавляете Окончание Для Ж Это А И Для Тю Это А С Для Или Единственное Число Это А Для Ну Это О Н С Для В Это З И Для Или Во множественном Числе Это О Н Обратите внимание Что Вот Это Ж Тю И И Во множественном Числе Это Глагол Во Окончание Заметили Что Вот Это А И Даже Я Просто Оденне Так Написала Это Окончание Которое Совпадает С Формой Глагола Во И Это В принципе Исторически Можно Объяснить Как То Я Вам Не буду Это Объяснять Но Чтобы Вы Запомнили В принципе Достаточно Легко Если Глагол Во Вы Уже Выучили Так Вот И Тут У Нас В С Вами Тексте Очень Много Глаголов Футюр Вы Это Заметили Исключений Несколько Исключений Наверное Штук 15 Мне Кажется Это Такие Глаголы Как ЭТР Которые Имеют Основу Другую Не Интенсив СЕР А Во Ор Во ВЕР ПУВАР ПУВАР ПУР САВОР СЕР Глагол Первой группы Потом У нас Какие еще Глаголы Есть И другие В общем Посмотрите Эту тему Отдельно В принципе Их всего лишь Мне кажется 15 Максимум Глагол В третьей группе Плюс Глагол ВЕР ФАЛЮАР ФОДР ВАЛЮАР ВОДР То есть ПЛЕВАР ПЛЕВР И так далее Это Не сложно Так И теперь Я вам читаю Последний раз Эту статью Вы отдыхаете Вы отдыхаете Я сейчас буду читать Более красиво Чем я читала В первый раз Потому что Первый раз Я пыталась Чтобы вы все это Услышали Сейчас я буду читать Более расслабленно Пытаясь Помочь вам Чтобы в легком ритме Понимали О чем идет речь При условии Что мы с вами поработали И потом напишите мне Изменить ваше восприятие Вы уже отдыхаете Можете не смотреть Даже лучше не смотреть На статью Если хотите потом Мне более Как-то внимание обратить Лучше когда Будете в записи уже смотреть У него И так далее Очень интересно Потому что Действительно Нам это важно Для того Как вообще Ориентироваться В том Полезен урок Или нет И в выборе статей Разные статьи Бывают сложнее Бывают легче Вот эта статья На уровне Вокабуляра Это было Мне кажется Не очень сложно А вот именно Формулировки Особенно когда я переводила Может быть запутала вас Но в принципе Если ориентироваться По тексту И читать статью И она вот там Перед глазами То мне кажется Не очень тяжело По крайней мере На это очень надеюсь Завтра будем искать Новую статью Вы ее уже получите Скорее всего Сегодня вечером Или завтра Я попытаюсь выбрать Статью в другом Совершенно ключе И с чуть-чуть Большим количеством Грамматики И сегодня же Вот скоро Под этим видео Я вам Видео дам Наше дополнительное Про Которое я говорила По грамматике Вам будет полезно Сдавать свои вопросы Здесь Обязательно Если они вас Даже позже придут В голову вам Вы обязательно Задавайте Тоже И мы пытаемся И на их ответить На сегодня все Спасибо, что были со мной Благодарю Франкотеку Блиотеку Иностранной литературы За помощь В организации Этого мероприятия И увидимся С вами завтра В Насколько Увидимся с вами завтра В 15.00 По Москве Au revoir À bientôt Благодарю Благодарю